Выступает сегодня. Знаете, мне кажется, человек, который создал проект Домбра, я пока сохраняю интригу, не называю его именем, вы сами прекрасно знаете это имя, наверное, это в лучшем случае, в лучшем смысле слова пропагандист народной музыки, человек, который имеет потрясающий опыт исполнения народной музыки, классической музыки, музыки импровизационной, не обязательно джазовой, музыки свободной импровизационной. И, наверное, знаете, как в Советском Союзе раньше музыканты, которые играли в киевском мнении музыкальных ансамблях, на прослушивании должны были играть обработку русской народной или украинской народной песни. И все это было для галочки, что называется, не было честного отношения. Вот все, что делается в этом проекте, мне кажется, очень честное отношение к народной музыке, как к музыке, от которой все, собственно, и произошло. И в который раз, когда я представляю проекты, так называемые этнопроекты, которые так или иначе завязаны на своем собственном отношении к народной музыке, я всегда почему-то вспоминаю слова Миши Альперина, который определил всех музыкантов, исполняющих такую музыку, вот таким образом. Люди, которые играют народную музыку, получают огромное удовольствие, потому что народная музыка и все, что связано с этой музыкой, наверное, единственная музыка в мире, которая непонятна, когда родилась. Эта музыка всегда светлая, даже когда грустная. Эта музыка всегда безвременная, потому что она никогда не рождалась, никогда не убрит. По-моему, очень здорово. И я спросил у ребят, как они относятся к этому. Это просто обработки украинских народных мелодий. Либо когда-то один известный французский журналист, послушав Энвера Измайлова и его работу с народными мелодиями разных стран, придумал очень классную вещь. Он сказал, что, наверное, этот музыкант играет imaginary folk, то есть воображаемый фольклор. Вот, правда, емкое определение. Воображаемый, то есть человек играет что-то на основе народной музыки, но вместе с тем играет что-то твое. Поэтому можно определить, как. Я спросил у ребят, они отказались от такой формулировки, но формулировка, это в конце концов, вспомним великого Ферленка Затт, говорить о музыке, это все равно что называть, как в архитектуре. Поэтому музыканты выходят на сцену, чтобы вас убедить в том и показать им то, чем они занимаются, чему они служат и во что они искренне, я в этом уверен, верят. И поэтому давайте я буду приглашать музыкантов. И, наверное, попри усеи бажания вывести солист к остальнюю на сцену, я выведу першую, потому что, мне кажется, она очень молодая, у нее все вперед. И я уже слышу, как она спевает, мне очень понравится, как она это сделает, а нехай это будет невеликим авансом для вокалистки, она сама будет рассказать про свою музыку. Это Настя Друзьев, ваша голосовая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На барабана грати, Сергей Яндюк. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Удюков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И никто, жоден инструмент из этого не страждает. Это представник, мне кажется, Сергей Яндюк. Его брат играет в группе дисплокада. Знаете, как он такой? Не знаю. А вот на клавишных инструментах очень легко запоминать имя, потому что, кто знает кино, зо мной поводится. Звать этого музыканта Алексей Герман. Из-за концерта можно посмотреть фильмы Алексея Герман. На контрабасе играет Митек, нет, Валек. Валентин Корлиенко, который наконец-то вернулся и забрал Джази Кирс в свой контрабас. Я посмотрел на Валека, в его тельняшке, и почему-то сразу вспомнил Гальцева, этого юмориста. Он сегодня играет на бас-гитаре. У Гальцева была красивая песня. Российский матрос Николай Колупаев. Ты в этой тельняшке похож на него. Ну и конец, теперь серьезно. Музыкант, я уже говорил, который имеет опыт игры в оркестрах народных инструментов. Напомню, в конце будет анекдот про народные инструменты. Я видел по телевизору и по каналу культуры, это было очень здорово. Человек играл транскрипцией музыки Иоганна Себастьяна Баффе. Человек, который как-то ворвался в украинскую джазовую среду, сделал несколько интересных проектов. Это была музыка стинга. Потом здесь, я помню, с большим успехом у нас прошел проект, посвященный Астору Пицполе. И потом был создан проект Дом Мра. Можно расценивать как инструмент. Можно расценивать как такую игру слов. Дом Мра. Дом Мра. Дом Мра. Будыночек солнца. Так, Будыночек солнца, как Настя скажет. Ну, можно играться со словами, как улыбка. Я приглашаю на эту сцену замечательного музыканта, исполнителем на очень редком инструменте, на электродомре. Это специальная модель, сделанная специально для этого исполнителя. Дамы и господа, Виктор Соломин снова. 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 Абсолютно банальные слова, но я их должен сказать. Я желаю вам сегодня приятного вечера. Я желаю музыкантам хорошее выступление. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА